Аграрии области начали страдать от лугового мотылька, повреждающего посевы. В настоящее время в нескольких районах были обнаружены вредители. Специалисты рассказали о мерах, предпринимаемых для борьбы с ними. После недавних обильных дождей в области началось распространение гусениц лугового мотылька. По словам специалистов, вспышка их активности происходит примерно раз в 8-10 лет. В настоящее время определены несколько районов, где зафиксированы эти вредители. В ближайшее время планируется начать работу по химической обработке земель от них. Заражены порядка 5400 гектаров общая площадь. Имеет заражение разного процента экономического порога вредоносности. Луговой мотыльок обнаружен в Каргалинских, Мартурских, Храмтаусском, Алгинском, Могалжарском и окрестностях города Актюбе. Вспышки массового размножения данного вредителя происходят примерно раз в 8-10 лет. В данное время Акематом области принимаются меры по химической обработке против лугового мотылька на землях государственного запаса и земляных населенных пунктов. Согласно требованиям законодательства, фермерские хозяйства обязаны самостоятельно бороться с вредителями на своей земле. За счет государственной казны ведется борьба только с оранчой. Тем не менее, аграриям частично субсидируются затраты на химообработку территории от лугового мотылька. Хозяйством, товарищ с ограниченной ответственностью акционерного общества, крестьянским хозяйством, использующим институт против вредителей, предусмотрено субсидирование в виде 50% удешевления стоимости препаратов, использованных против вредителей. В этой связи всем сиркосформированием, столкнувшимся с гусеницами лугового мотылька, рекомендуется провести химические обработки контактно-кишечными институтсидами, которые способны проникать через покровы тела вредителей и через пищеварительный тракт во время их питания, допущенными к использованию в ресуре Казахстана. Для привлечения институтсидов можно обратиться в лицензионные предприятия города Ак-Тюбе по реверсу ЕДФИНКА. Частичное повреждение картофеля и овощей в пригороде города Ак-Тюбе и в частности в Желтавском сельском округе Каргалинской районы, конечно, имеется. Но, тем не менее, это не дало только ощутимого экономического урона. Почему? Потому что хозяйство, которое располагается вдоль рек Каргала, они своевременно обрабатывают свои поля пестицидами. И по нашим расчетам такое массовое повреждение картофеля, овощей и других из хозяйств культур пока не произошло. Поэтому об этом случае пока еще говорить рано. Почему? Потому что меры предпринимают своевременно. Для выполнения указанных работ достаточно оборудование. По области имеется 15 единиц техники, в том числе сверхмощные грузовики и самолеты.